Последние сутки в зоне АТО снова неспокойно. Боевики били в районе Широкино, Павлополя и на Луганском направлении в районе Авдеевки. Там ранения получили двое украинских военных. На передовой находится мой коллега Геннадий Вивденко. Ночью в районе Авдеевской промзоны перестрелки это обыденность. Двое бойцов в районе Авдеевки были ранены, но в целом ситуация к северу от города стабилизировалась. После поражения боевиков под Каменкой украинские войска взяли ситуацию под контроль. На данный момент мы полностью эту зону контролируем, просматриваем. Закрепились там. Они вернулись на прежнюю точку, на свои прежние позиции. И в дальнейшем их, конечно, оттуда тоже надо будет выбивать, выгрызать. Почему? Чтобы не было возможности такого близкого контакта. Теперь противник окапывается, боясь возможного украинского контрудара. Наращивают усилия инженерам оборудования своих позиций. Постоянно копают, роют, используют инженерные боеприпасы для углубления. Подвозят дерево, доски всевозможные. Ну, вы понимаете, эти все материалы, из которых потом строятся, оборудуются блиндажи, траншеи. На позициях под Каменкой отчетливо видны следы недавних боев. Садоводческий кооператив «Акация» под поселком Каменка. Сразу видно, люди тут жили состоятельные. Теперь в основном одни развалины. Противник использовал танки и крупнокалиберные минометы. Прикрываются домами мирных жителей и зданием стратегически важного для обеих сторон объекта. Донецкой фильтровальной станции. Она снабжает водой и Авдеевку, и оккупированный Донецк. Они выезжают со стороны крутой балки, там, где есть местное население, как говорят. Куда непосредственно огонь нам запрещено ездить. В ту сторону мы не стреляем. Так же самое, как ДФС считается серой зоной. Честная станция, по какой мы так же самым не стреляем. По факту оттуда работают и минометы, и 80-ка, и 120-я. В севернее Тавдеевки, под Горловкой, бойцы, по данным радиоперехватов, под огнем, курсантов российских военных вузов. Эта неделя была напряжена в связи с тем, что работали курсанты в спецакадемии. Проходили тут просто практику. Они отправляют тут боевые условия, все это, и корректировка их, курсанты проходят. Ну, нормально все. Головное, в панику не падать. И гнать пи***и, 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 на нашу землю. Напряжение на донецком направлении не спадает, однако украинская армия контролирует ситуацию. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова